Наконец о футболе. Сегодня завершаются матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в России. С 32 команд в 1-8 финала выходят 16. Матчи в группе H сегодня уже завершились и в 1-8 финала вышли сборные Колумбии и Японии. Колумбийцы переиграли Сенегал 1-0, а японцы проходят даже несмотря на то, что проиграли полякам. Дело в том, что у сборных Японии и Сенегала абсолютно равные показательства, как количество забитых мячей, так и очков. Однако, дело в том, что здесь, в этих условиях, применяется уже правило фэр-плей. То есть, чем меньше желтых и красных карточек набирает команда, тем больше шансов у нее, собственно, по этой причине она и попадает, проходит в следующий круг. Так вот, японцы опередили Сенегал ровно по этому показателю, потому что у них было меньше желтых карточек. Теперь о событиях в группе G. Последние матчи группового этапа этого чемпионата начнутся в 9 часов по Москве. В этой группе досрочно вышли в 1-8 финала англичане и бельгийцы. В матче между ними, собственно, и определится победитель этой группы, который сыграет с Японией. А команда, занявшая второе место, за место в четвертьфинале сразится с Колумбией. Теперь о матче англичан в Калининграде мы поговорим чуть позже. А сейчас о реакции на самую большую сенсацию этого чемпионата. На поражение сборной Германии, которая впервые с 1938 года не вышла из группового этапа. Всему виной поражение немцев со счетом 2-0 в поединке с Южной Кореей. Британская пресса, это первая страница самой популярной газеты Sun, объясняет своим читателям немецкое словечко Шаденфройде, которое означает злорадство, удовольствие при виде чужой неудачи. Вероятно, это чувство сейчас испытывают многие англичане, ведь для них немцы это самые принципиальные соперники. Ну а вот реакция в Бразилии, которая в 2014 году потерпела от немецкой команды унизительное поражение у себя на родине 7-1. Серия АХХ, бесконечная какая-то серия от Fox Sports Brazil. Ну а вот это вот иллюстрация того, чем немецкая сборная 2014 года отличается от нынешней, по мнению пользователя Патрика Титуса. Это отличие заключается в том, что в 2014 году немцы рычали как львы, ну а сейчас блеют как козлята. Ну а англичане, вне зависимости от результата сегодняшнего матча с Бельгией, расстраиваться не будут. Как я уже сказал, они уже в 1-8 финала. Смотреть поединок между сборными Англии и Бельгии в Калининград отправился наш корреспондент Всеволод Бойко. Сева, приветствую тебя. Насколько много англичан в городе? Заметно ли их присутствие? Как себя ведут? Да, англичан в городе на самом деле много. Что касается присутствия, то сегодня один из коммуникаций главников написал о том, что на границе Польши и России, в Калининградской области, скопилась очередь. Это все англичане и бельгийцы в том числе, которые хотят приехать сюда на игру, которая начнется буквально через полтора часа. Мы сегодня снимали возле одного из баров в центре города. И там и сам бар, и нет никакой. Газон были оккупированы фанатами обеих команд, которые соревновались в Пеннинград. Ну а сейчас мы находимся рядом со стадионом, который называется Калининград. Он прямо за моей спиной. Вы можете судить об атмосферной матче по сцене, на которой сейчас выступает местный ансамбль. Жанр, пусть на которого можно охарактеризовать примерно как трэш-пол. Отношение у всех прекрасное. Настроение у всех очень хорошее. Ни о каких конфликтах, по крайней мере, пока речи не идет. В основном проходят бельгийцы. Хочется получить подтверждение того, что все-таки англичане есть. Я их пока не вижу, но верю вам на слово, что они в городе. Вообще, насколько такая вот футбольная атмосфера, что называется, в Калининграде, по сравнению, например, с Москвой? В городе футбольная атмосфера ничуть не хуже, чем в Москве, по моему мнению. Точно так же, как на Никольской в Москве все знакомятся с иностранными фанатами. Здесь тоже есть такое место, где заседают отмечания. Бельгийц был на данный момент, который уже четвертый и последний в очереди Ахаминграда. Все в очень хорошем настроении. Очень много местных жителей с радостью фотографируются с повельщиками. Ну, а что касается английских фанатов, которых ты пока не видишь, я сейчас попрошу немножко развернуться. Вот прямо за моей спиной вы можете видеть в стоящем на группе фанатов футбол Голландского Тоттенхэма. Не могу судить отсюда являетельного гражданином России, пока найденный англичанином, но так или иначе эти фанаты есть. Я думаю, что сейчас, после большой группы Бельгийцев, обязательно появится большая группа англичанин. Да, с некоторыми из них уже встретились корреспонденты. Я сейчас предлагаю их послушать, именно болельщиков сборной Англии. А тебя, Сева, благодарю за это включение. Британским болельщикам потребовалось время, чтобы сюда добраться. Но они сделали это. Бельгия для Англии – первый значимый соперник. Поражение сборной Германии накануне вселило в болельщиков уверенность в том, что родоначальники футбола вернутся на пьедестал. Нет такой команды, которой мы должны бояться. Я думаю, что нам довольно просто будет победить. У нас появилась надежда, которой у многих англичан не было раньше. Почему нет? Мы можем выиграть кубок в этот раз.